Вам надоело работать на дядю? Хотите перестать жить от зарплаты до зарплаты и во всем себя ограничивать? Начальство постоянно вас упрекает, угрожает увольнением, хотите работать только на себя? Мечтаете выплатить все долги и кредиты, но не знаете как? Перепробовали разные методы по заработку, но все без результатов? Страшно начинать свой бизнес со влажениями и боитесь все потерять? Хотите обрести надежный, легальный и пассивный заработок в интернете без вложений? Господа, выход есть. Это торговля на фондовом, валютном и товарно-сырьевом рынке. И давайте в этом видеоролике более детально поговорим про то, что трейдинг намного эффективнее, чем рядовые инвестиции. Начну я пожалуй с антипода того, что инвестиции это в рамках неопределенного времени абсолютно баламутство и абсолютно русская рулетка. Почему? Потому что, например говоря, берем последние события и в России происходят последние два месяца. Черт возьми, Россию абстрагируют от западных рынков. Те лица, которые покупали депозитарный расписок на европейские, на американские компании через государственный брокер, даже через некоторых частных брокеров. Их счета уже заморожены. Те лица, которые покупали через индексные фонды, наращивали позиции, те вообще заморозили капитально свои позиции. И были многие люди, которые инвестировали в ETF, биржевые фондовые индексы. Они без бабла остались. Но они инвесторы. Понимаете? Они были уверены, что форс-пажор их не коснется. Они были уверены в том, что в 2018 году они выложат 1 миллион рублей, а в 2028 году они получат уже 10 миллионов рублей. Это же заветы пропаганды. Господа, это чушь, это лабуда, это лудомания, это бред хомяка. Те форс-мажоры, с которыми Россия столкнулась сейчас, столкнуться может любой инвестор на любой этой богом забытой планете. Запомните одну простую вещь. Что нельзя никогда инвестировать бабки, все бабки. Нужно инвестировать только часть средств, какую-то небольшую сумму, которую не страшно потерять. Это первый нюанс. Второй нюанс. Инвестировать ту или иную энную процент от капитала, вам позволят в рамках дивидендной риторики зарабатывать, ну уж дай бог, хотя бы 7% годовых. При инфляции условно в 10-12% годовых, а инфляция может быть и выше. Неважно, рублевая, долларовая или еврозона. По барабану. Третий нюанс. Инвестировать нужно из цикла в цикл. Например, если веет технологическим циклом, и акции технологических компаний торгуются на своих исторических минимумах, нужно покупать техов. Если, блин, веет товарно-сырьевым циклом, нужно инвестировать в сырьевые компании, в нефтегазовые, алюминиевые, удобренческие компании и прочее в этом духе. Если их акции торгуются на лаях. И, внимание, как вообще понять основы макроэкономики, черт возьми. Правильно. Переходить на наш YouTube канал, открывайте графу плейлисты и открывайте далее графу основы биржевой торговли. 137 лекций. Хронометраж в 3 дня. 72 часа. Понять основы экономики вы можете здесь. Понять внутренности экономической жизни и жизни фондовых рынков вы можете понять также тут. буквально влупиться в кишку фондового рынка. Вы можете также тут. И поверьте мне, через год-полтора вы начнете понимать, что из себя представляет вообще фондовая биржа и жизнь в рамках этого режима. Другой аспект. Почему тренинг намного выгоднее инвестиции? Скажите мне, пожалуйста, среди вас есть гуру? Среди вас есть те люди, которые видят будущее наперед? 5 секунд на размышление. 1, 2, 3, 4, 5. Бинго! Сектор приз на барабане. Нет таких нету. Никто не видит будущее и каждый может оперировать только вероятностными событиями. И то, имея те или иные знания, которыми наделил себя сам человек за энное количество проведенного времени, изучая те или иные макроэкономические вопросы. Соответственно, к примеру, почему трейдинг намного эффективнее в момент кризисов? Во-первых, в момент кризиса можно как можно больше бабла заработать. Во-вторых, трейдинг актуален тем, что нахрен вам не нужна эта макроэкономика. Нужно только понимать биржевые механизмы и понимать технический анализ. Я еще раз, как трейдер со стажем, я вам говорю, изучайте основы биржевой торговли. Я там все вам буквально разжевал. Абсолютно ничего сложного нет. Все самое сложное я объяснил простым языком. И я веду к тому, что, черт возьми, когда на рынках верят абсолютно непонятностью, когда вы не понимаете, что будет завтра, но вы хотите сработать бабла, трейдинг на фондовом, валютном или сырьевом рынке вам в помощь. К тому же, в трейдинге вы можете иметь 30, а может и 40% годовых. И это, господа, не золотые горы. Это средняя доходность трейдеров в год. А при инвестициях 7-8% годовых. И дальше что? Дальше что? Инвестиции сопряжены с рядом рисков, трейдинг сопряжен с рядом возможностей. И здесь не надо быть гуру для того, чтобы предугадать, куда пойдет цена. Нужно просто, повторюсь, понимать, как устроены биржевые механизмы и алгоритмический вид торговли. А рынок это цифра, это алгоритмы, это математика. Соответственно, если вы мечтаете покинуть свое текущее положение и выйти абсолютно из рабовладельческого строя, сказать дяде Васе, дяде Ване, тете Моте, бабе Вале, глубокое до свидания, прощание, вам потребуется как минимум годик-два посидеть на своих финансовых запасах, чтобы понять досконально, как работает рынок. Но черт возьми, больше половины из вас, которые ноют на эту тему, что работать ни на кого не хотите, вам это уже осочертело, ой, как не могу, больше половины из вас все равно полноценно на фондовые биржи не перейдут. Потому что вы боитесь потерять околоотносительную стабильность, которая вовсе не является стабильностью, и боитесь взять ответственность на свои плечи, за свою жизнь и пуститься в вольная хлеба. И хотите, я поведаю свою историю полноценного прихода в рынок, в трейдинг? Меня просто выперли из банков. Вот что со мной сделали. Потому что когда я узнал в последнем месте банк-сассетах, где я работал, что меня хотят уволить через там полтора-два месяца, была инсайдерская информация, я просто начал забивать на эту работу. Я просто понял то, что я этому банку дал больше, чем должен был дать. И если так поступает со мной начальство, я могу просто посадить этих олигофренов на пять русских букв и пожелать им обосраться в чем-нибудь еще. Потому что те проекты, какие они создавали в то время, они были обречены на провал. Как время, в принципе, и показало. Я начал забивать на работу, я перестал ходить на работу. Мне было настолько фиолетово, что я тупо проводил свое время за биржевым терминалом. А это было ой как давно, ой какое энное количество лет назад. Я все веду к тому, что если вы боитесь покинуть свое рабовладельческое место, вам придется забивать на эту работу. Нет, если вы хотите увидеть прогресс в своей жизни, вам придется забить на эту работу, в прямом смысле этого слова. Просто сказать самому себе, а всралась ли мне эта работа? Всралась ли мне такая жизнь? Я что, хочу этих долбонавтов в виде Олега Ивановича, Марины Петровны, Ивана Ивановича, Дуси Агрегатовны в лицо видеть? Да они мне ненавистны. Я не хочу этих коллег видеть в рожу и с ними общаться. Большинство из вас вот так и живет, поверьте. Если вам это все осочертело, предпринимайте действия и плавно шлите на три буквы всю текущую систему жизни. Вам капитализм дает охренеть какую большую возможность, даже, пример говоря, сидеть дома и зарабатывать бабки с рынка. Чего ж этим не воспользоваться? Почему же сейчас не застолбить место под солнцем? Поэтому, как итог, если вы рано или поздно решитесь на то, чтобы изменить свою жизнь в корне, я вам еще раз настоятельно рекомендую изучить досконально основы биржевой торговли, цикл суперобучающих видео. Досконально понять, как работает экономика, как работают макро- и микроэкономические процессы, как работают биржевые механизмы и как вообще можно зарабатывать бабки на рынке. Мотивируйте себя тем, что рынок это возможности, а капитализм это на очень долгий период времени наш, скажем так, относительно ближайший союзник. Я понимаю, что многие из вас мечтают вернуться в эпоху социализма, мечтают вернуться под красный флаг, мечтают, чтобы государство наконец-таки подумало о вас, как о гражданах, что, мол, вот бы обо мне подумал великий царь Иван Иванович, чтобы, мол, завтра я был уверен в послезавтрашнем дне. Господа, такого не будет больше никогда. А если будет, то через сотню лет, когда до широкой общественности дойдет, то, что капитализм себя изжил, и пора переходить к социал-демократии. Но к этому моменту времени, повторяюсь, сотня лет, а может и больше, пока население планеты Земля до этого созреет. До этого созревают сейчас те люди, которые мыслят критически, а широкая толпа критически не мыслит. И очень долгий период времени мыслить не будут. Хотя, наверное, я еще слишком оптимистичен в этой сотне лет. Может быть, несколько сотен лет, а может быть, тысячи лет до прихода абсолютной социал-демократии на планету Земля. Так что, пока живете в такой системе, нужно когда-то с этой системой просто уметь договариваться, с капиталистической системой. Нужно просто пытаться изымать из нее все те плоды, которые она дает. И еще раз запомнить, что трейдинг – это возможность. И инвестиции тоже возможны, но инвестировать нужно из цикла в цикл. Вот как так. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok